Шалом, дорогие друзья, шалом, хаверим. Мы сегодня продолжим с вами размышлять над темой священники Вавилона и священники Живого Бога. В прошлый раз, на прошлом видеоуроке, мы больше внимания уделили, конечно, священникам Вавилона. И я думаю, что это важно, потому что священники Бога, они и так делают свою работу, и мы поговорим о истинном сегодня священстве еще. Но нам важно знать, как говорится, врага в лицо. Нам важно знать тех людей, которые сами отошли от служения Живого Бога и учат так людей. И мы говорили, что это служение уже на протяжении многих веков, оно есть, и Бог не отвергает это служение. Но Он наоборот, это служение стоит, и можно сказать, что с какой-то стороны оно служит Богу, и это можно назвать служением Богу. Но это совсем обратная сторона медали. Если истинное священство, оно служит Богу, направляя людей в жизнь вечную, то это священство, которое ведет людей в заблуждение, оно ведет их к полному осуждению, и будут осуждены все, как написано, не веровавшие истине. Почему я говорю, что это и те, и те служат Богу, это однозначно так, потому что мы уже смотрели по местам Писания, мы смотрели по тому, как написано, что Я дам им стоять у дверей храма Моего и на всех стражах. И также еще другими местами Писания подтверждается то, что такими, как Вавилон, золотая чаша в руке Господа, и с нее пили народы и бездумствовали. Что Бог это служение не разрешает, не отвергает, и до пройда времени оно будет существовать до того времени, и пока не пройдет в машеях, и написано, как написано, устами у своих паразит беззаконника, человека греха. И этот беззаконник уже, я уже говорил об этом, что он уже открылся в полной красе. Если раньше как-то скрывали это все, то, что происходит, то сейчас уже никто не пытается и скрывать, не слышим, то там, то там где-то прорвало, рвануло и громкие скандалы. То один украл деньги, другой впал в блудодеяние, третий священник Вавилона, еще в каких-то грехах был отмечен. И это уже не скрывается, это сплошь и рядом, и это уже не какой-то единичный случай, а это скорее закономерность. То беззаконие, которому они служили, породило в них самих, это же беззаконие. И если за маской благочестия им удавалось некоторое время это все скрывать, то сегодня уже все идет наружу и все выходит на поверхность. Вы знаете, что сказано, что нет ничего тайного, чтобы не стало явным. Ну, нельзя долго утаивать какие-то, тем более сейчас время оно как ускорилось, и мы живем в таком, знаете, в том времени, когда очень быстро все происходит. Поэтому, если раньше, ну, там, годами кто-то мог скрывать свои грехи и свои нечистоты, то сейчас это очень все быстро происходит. И Бог обнаруживает и сердечные намерения моих, и все остальное. Вот я сегодня хотел бы мы, чтобы продолжили эту тему, да, тему священников Вавилона, и поговорили 2 Петра, 2 глава 2 послания Петра. И здесь написано, были лжепророки в народе, как и у вас будут лжиучителя, которые ведут пагубные ереси, отвергаясь, и искупившие Господа, навлекут сами на себя скорую погибель. И многие последуют их развраты, через них путь истины будет в поношении. Я уже говорил, и так говорит Писание, не то, что я говорю, а об этом говорит Писание, что широкий пространен путь, ведущий в погибель, и многие пойдут ним. И многие идут ним. Так и вот эти пагубные ереси, которые ввели беззаконники, уловлены очень много людей. И здесь написано, и многие последуют в разврат, и через них путь истины будет в поношении. Сегодня, конечно, путь истины, насколько в поношении находится, что многие люди, которые никогда не слышали о Боге, они никогда вообще ничего и слышать не хотят. Они говорят, мы знаем этих верующих, мы ничего не хотим ни знать, ни слышать о Боге, потому что если такие верующие, то лучше быть неверующим. Вот так говорят люди мира, и вот до чего дошло это поношение пути истины. Когда многие, говоря про их надутые такие, знаете, речи, помпезные речи, цитируя Писание, они продолжают жить в таких страшных грехах, и ничем не отличаясь, а во многом, знаете, даже хуже тех людей, которые неверующие. Мне когда-то приходилось не работать, ну, работы делать, и приходилось сталкиваться с верующими бизнесменами в свое время. И мы по строительству занимались, и мы столкнулись с одной фирмой, которая была, там были только одни верующие, начальники верующие, это были харизматы. И так вот, пару раз с ними сделал работу, и мы получили там мизерные деньги какие-то, ну, эта работа стоила намного больше. Когда мы спросили, почему так происходит, они сказали, ну, понимаете, у нас команда, мы работаем на команду. Вот, и я спросил, кто же эта команда, кто эта команда? Ну, вот, наш пастырь, который возглавляет эту организацию, ну, всю эту фирму, и еще менеджера, мы команда, мы работаем на расширение фирмы, и вы должны это понять. Я просто сказал, почему здесь команда, ведь каждый труд должен оплачиваться, и ездишь какие-то тарифы и цены. И мне начали опять что-то рассказывать, и знаете, как любят это делать христиане, и они делают это так, напуская такого тумана, что ты не поймешь, где и что. Тогда нам удалось разобраться с этой ситуацией. Но после того я сказал, больше с верующими, ну, с такими верующими я работать не буду. Намного легче работать с людьми, которые вообще никакого отношения к вере не имеют, чем с подобными верующими. Я не говорю за истинно верующих, но, к сожалению, их очень мало. В основном это вот выходцы из сект, с этих, и с деноминаций, и это люди, которые реально поврежденного разума. И так как написано на них, что имеющий только вид благочести, но силы же его отрекшиеся. Вот страшные люди. И сталкиваясь с ними, ты понимаешь, что иногда, знаете, такое впечатление, что между нами живут не люди. Вот реально. Потому что я как сталкиваюсь, как с определенной какой-то программой, как с определенной какой-то, знаете, прошитой, зазомбированной программой, которая только знает, и свою линию гнуть, и будет выкручиваться, выворачиваться наизнанку. Ну, только чтобы отстоять свое, только чтобы не дать, ну, никому ни деньги, не дай бог, ну, не дать что-то. Ну, в общем, жадность, лицемерие и все вот эти пороки, которые собрало человечество на протяжении тысяч лет, это все аккумулировалось в нынешних так называемых верующих служителях динаминации или служителей лях антихриста, которые напрямую служат ему. Напрямую, я это говорю со всей ответственностью, вы понимаете, я понимаю же, что за каждое слово мы будем нести ответственность. Так вот, я это заявляю со всей ответственностью. Те, кто служит динаминацией, потому что мы выясняли, ни в одной динаминации богами не пахнет. Любая динаминация, это всего лишь мишанина мирского и духовного, и там бога и близко нету. И, ну, там все построено на беззаконии, там все построено на таких, знаете, на каких-то человеческих правилах, подправилах. И часто они любят, ну, знаете, вот использовать это в отрицательном таком значении. Ты что, законник? Ты что, законник? Будучи сами беззаконниками, они так предрессировали людей, что слово закон для людей, это как нечто страшное или нечто такое, знаете, отрицательное. И, я знаете, я понимаю, как они это сделали, схема очень проста. Вы помните еще, когда-то предъявлял претензию фарисеям-книжникам, он говорил, на Моисеевом седалище сели фарисеи и книжники. О чем тогда была речь? Ну, смысл того, с его сказанного. Он сказал, что то, ну, закон был дан через Моисея, да, и все мы это понимаем. И Моисеевое седалище означает этого человека, через которого дан был закон. Но закон был дан, и поставлена была точка. Больше к закону не прибавить, который нельзя, не убавить. И там написано, проклят тот, кто прибавит к этой всей книге или убавит от нее. Ну, вот они заняли седалище Моисеева и начали добавлять законы. Как во времена Ишуа, это было закон о мовении рук, да, там на каждый пальчик надо было произнести броход, молитву, и на каждый палец благословение, и каждый пальчик отдельно отмыть. Вот такие правила, и зачем это делалось? Это тем самым они отвращали людей от закона Божьего. Вот эти неудобно носимые бремена, которые они одевали на людей, они должны были сделать свою работу, они должны были отвратить людей от законов Божьих. То же самое произошло и в современном Вавилоне. То же самое. Начали придумывать человеческие законы, человеческие правила. Было придумано учение по власти, и каждый непокорный пастырю объявлялся бунтарем, и каждый непокорный догматом церквы, каким-то правилами, установлением церковным, объявлялся бунтарем, ставился на заметку, отчислялся, и все-таки все прочее и прочее. Все это сводилось к тому, чтобы иметь власть над людьми. Мы это уже выясняли. И здесь написано, и из любостяжания будут уловлять вас сельсивыми словами, суд им давно готов, и погибли их не дремлет. Вот что движет этими людьми? Естественно, ними движет банальное любостяжание. Что такое любостяжание? Любостяжание. И является ли оно смертельным грехом? Да, это одно из пороков таких человеческих. Слово Божие не колесирует, конечно, это как грех, и в том смысле закона, да. Но любостяжание – это один из пороков, который уже следует след за нарушением закона. Когда человек начинает нарушать закон, приступает к черту закона, там он уже, в его жизни появляются разные такие качества, знаете. Точно так же, как исполняет закон, человек обрастает добрыми качествами, добрыми плодами. Точно так же, приступая к закону, он начинает пьянство, обжорство. И один из таких пророков – это любостяжание. Это любовь к накоплению, любовь к стержательству. У человеческого эгоизма две движущие силы – дай и давай. То есть насытить его невозможно никоим образом. И это, знаете, такая пророва, которая движет человеком, он постоянно пытается что-то загарбать, что-то себе стянуть. И все время, чем больше есть, тем меньше, тем больше хочется. И вот такие любостяжатели, вместо того, чтобы учить людей истине, они будут льстить словами, льстить разными такими, знаете, говорить такие льстивые, мягкие проповеди о том, что как все хорошо у нас, как у нас еще будет все лучше, о том, что все уже сделано, вам ничего не надо делать. Мы вот войдем в четвертое измерение. Сейчас придумали такую, знаете, штуку, как визуализацию. Это одна из таких колдовских штук, когда человеку предлагается увидеть то, что он хочет, и с помощью вот этого видения, его визуализировать это все, и, а потом реализовать эти желания из духовного, материальный мир. Вы знаете, когда-то я изучал, ну, вопрос, мы интересовались, мне было интересно, есть ли у сатанистов Библия, есть ли у них заповеди. Так вот, вторая их заповедь гласит о том, что, во-первых, первое, это ты, ну, это твое я, а вторая ты и твои желания. Желай, и больше ничего не надо, и тем самым ты будешь служить антихристу, тем самым ты будешь служить сатане. Вот твои желания, они будут как раз идти, когда ты желаешь или сильно желаешь, ты становишься противником Богу, ты начинаешь грешить, потому что написано, что похоть зачав рождает грех, грех же рождает смерть. Вот эта цепочка от скромного желания, потом до сильного желания, потом до греха, один шаг остаётся, потом, когда человек приступает, этот уже шаг делает всё, дальше уже смерть невинуемая. Всё начинается из таких желаний, знаете, из сильных желаний, и из зависть, потом появляется зависть, потом появляется ревность, и потом появляется вот эта всё-таки такая нечистота, которое мало того, что разрушает других, оно разрушает и тебя точно так же, как и других людей. И в конце концов оно приведет тебя к очень плачевному концу. Так вот эти учителя, они мало того, что они не учат добру, они учат только тому, в чем сами научены, в чем сами сильны. И вы знаете, долгое время перед тем, как сейчас пошла вот эта проповедь о ложной такой благодати, до этого по церквям прошумела проповедь о процветании. То есть вы будете процветать, у вас будет всего много, только надо правильно сеять и правильным помазанникам давать, и правильных помазанников сеять. Чем больше ты будешь давать помазаннику, тем больше у тебя будет денег. Вы знаете, сама эта формула, она мерзостная и противна Богу. Потому что отношения дай-надай никогда в Божьей системе координат этих отношений никогда не было. И вся эта ложь, которую они сеяли долгие годы. И так никто и не покаялся за нее, никто и не ошибся. Были такие, знаете, верховные жрецы вот этого служения процветания, которые были очень сильны, но они и до сих пор сейчас остаются. Кстати, они и сохраняя, они и дальше это проповедуют. Хотя сколько тысяч людей обмануты, сколько людей закончила жизнь самоубийством, поверим этим людям, попродавал квартиры, посеяв этих помазанников, так называемых в кавычках, отдав им свои деньги, оставшись без квартиры, оставшись вообще без ничего, без средств к процветанию, они заканчивали жизнь самоубийством. Но этим помазанниками дела до них не было. И никогда и не будет. Их, понимаете, их душа человека для них это вообще, ну, что-то смешное. И один человек для них это вообще ничего не значимая единица. Ну, подумаешь, одним больше, одним меньше. Их волнует не один человек, их волнует масса. Потому что чем больше людей, тем больше они смогут стяжать, тем больше они смогут закручивать мозги. И прямо целые группы, целых посылают евангелистов, дают приказы. Я знаю, когда мы были в Харькове, там одна быстро развивающаяся община, вы знаете, наверное, слышали за нее и знаете, это так званное возрождение. Они давали по местным своим этим указаниям, чтобы они, вот если ты сто человек не соберешь, не провезешь там на Моисееву гору, то все, тебя даже выключат служителей, и ты недостойный, недостойный. Надо было гребсти, надо было хватать, с любых церквей, с улицы хватали. Забивали автобусы и везли. Важно было туда свести людей, чтобы там они попали под это колдовство, под эти все вот такие, знаете, выкрутки, закрутки. И там уже, когда им прорвались хорошо мозги, дальше они уже были под колпаком, и они дальше уже были управляемы. Знаете, страшные вещи. Когда мы, ну, когда так издалека смотришь на это все вакханалие, на это все безумие, то, ну, просто ужасаешься масштабами вот этого безумия. Здесь написано, что многие последуют их разврату. Ну, так много, как это происходит сейчас, не было, наверное, никогда. Тысячи, тысячи людей околпаченных, тысячи людей очарованных. И, знаете, один затухает, так званый помазанник, ограбил, развел людей за квартиры, за дома, за средства, полностью вытрусил. Многих довел до самоубийства. Только один затих, сразу на смену ему приходит другой, так званый. Но это те, кто ярко вспыхают. Но есть же те, которые тихо свое дело, не высовываясь, делают. И те тоже, то же самое, ничем они не отличаются от этих ярких вспышек. Они делают одну и ту же работу. Они, обманывая людей, вводят их в беззаконие, погружают их в это беззаконие. И учат их разным ересям. И здесь написано, что погибли их не древние. Ибо если Бог ангелов согрешивших не пощадил, но связал узами адского мрака, предал Глюстина суд для наказания. Если не пощадил первого мира, но восьми душах сохранил семейство Ноя, проповедника правды, когда навел поток на мир нечестивых. Естественно, что наказание таким людям, оно не за горами. Наказание будет, и, естественно, они его не избежат. И сегодня очень важно, чтобы, я думаю, что те, кто является наверху этой системы, то есть служителя этой системы, не знаю, я, конечно, не Бог, чтобы выносить приговоры людям, но есть ли у них шанс остановиться и покаяться, и повернуться в другую сторону. Я думаю, что у каждого человека есть, но им очень тяжело. Но сейчас больше речь не за тех, кто учит всему этому, а за тех людей, которые слушают все это. Сейчас дорога каждая жизнь. Если кто-то услышит, если кто-то поймет, если кто-то увидит, просядет, просто проанализирует все то, что происходит вокруг него, все то, что происходит в этой системе, и у него откроются глаза, и он увидит всю ложь и всю эту неправду, в которой он пребывает, и, возможно, тогда у него появится шанс выйти и избежать судов, которые идут на Вавилон в Лудницу Великую. Написано, что об этих людях, также разбирая вторую главу 2 Петра, я продолжаю, глаза у них исполнены любострастия и непрестанного греха. А они прощают неутвержденные души, в сердце их приучено к любостяжению, это сыны проклятия. Оставив прямой путь, они заблудились, идя по словам следа, следам Ваала, сына Васорова, который возлюбил мзду неправедную, и был облечен в своем беззаконии. Бессловесная ослица, проговорив человеческим голосом, остановила бездумие пророков. Вот я не знаю, сколько должно быть в Библии раз повторяться слово беззаконие, чтобы люди услышали и поняли его. Но этому слову не надо давать какие-то расшифровки. Все предельно ясно. Беззаконник – это тот, кто нарушает закон. И вот эти люди, написано, что они оставили прямой путь, прямой путь служения Господу. Ведь если смотреть, помните, мы разбирали Езекиилю, Езекииля 44 главу, и там говорилось за два вида священства. Мы поговорили за одно, но за другое не поговорили. Так вот, если говорить о прямом пути священства до истинного священства, того священства, которое стоит перед жертвенником Господним, то об истинном священстве сказано, в чем состоит их служение. Они должны учить народ, отличать священное от несвященного, объясняя им, что чисто и что не чисто. Ну и при спорных делах должны присутствовать в суде, и по уставам моим судить, и наблюдать законы мои, и постановления мои, и все праздники, во всех праздниках моих, и свято хранить субботы мои. Вот что должны делать истинные священцы. Вот прямой путь священника. Это, во-первых, он должен учить народ мой, отделять священное от несвященного, рассказывать людям, что священно, что свято, а что не свято. Он должен объяснять им, что чисто, что не чисто. И при спорных делах они должны присутствовать в суде, и по уставам моим судить их, и наблюдать законы мои. То есть, священник поставлен для того, чтобы народ не сбивался в беззаконии, чтобы видеть, когда народ сбивается в беззаконии, и упреждать это, учить о том, что нельзя нарушать закон, учить постоянно, постоянно в этой области, постоянно, ну, чтобы велось учение, и соблюдать законы мои, и постановления мои, и все праздники мои, и свято хранить субботы мои. Представляете, вот путь истинного священника, ни много, ни мало. И если он это все выполняет, если он стоит на страже Божьем, если он стоит у жертвенника Господнего, то он будет учить этому народ Божий. Не надо ничего выдумывать. Не надо выдумывать какие-то теории процветания, или еще что-то, какие-то выдумки. Не надо будет изобретать, когда ты ввел уже людей, полный хаос погрузил, и полное беззаконие. Не надо потом изобретать будет проповедей о благодати, которая покрыла все наши грехи, о этой ложной благодати, которая дается, в которых в устах этих священников, она звучит как нечто такое, что позволяет народу грешить, и оно покрывает, покрывает их грехи, ничего страшного. Иисус умер за наши грехи, и ничего страшного, мы должны верить. И вот эта вера дает нам силы. Ну так бесы веруют и трепещут, понимаете? Вот не надо будет все этого делать. Для того, чтобы народ Божий не развращался, его надо учить, что есть святое, что не святое, что есть чистое и что не чистое, и учить о законе, о праздниках Божьих, и учить свято соблюдать субботы. Вот в чем и учение истинного священника. И там, где есть тяжбы или какие-то споры, судить по уставам Божьим. Потому что народ, который пришел вопросить у священника, он пришел практически вопросить у Бога. И священник должен не мечты своего сердца рассказать, вот я так понимаю эту ситуацию или так. А он должен открыть Слово Божие и показать, вот так Бог говорит в этой ситуации. Бог вот так говорил, что если ты хочешь, если ты украл, то ты должен возместить сначала вдвое, а то и втрое тому, кого ты украл, а потом уже приходить и каяться. И только потом священник может за тебя помолиться. Понимаете? А не так, приходи, украл, не украл, приходи, покаялся, все пошел, все нормально, халилуя, Господь грехи простил. Никогда такого не было. И никто учит совершенно другому. Но я уже говорил, что священство вот этого антихриста, или священство Вавилона, оно после того, как учило просветанию долгие годы, и когда люди разортились наскока, гоняясь за материальным, потому что кого они в первую очередь прельщали? Ну, естественно, что души неутвержденные. Те, кто не был утвержден в слове, те, кто, написано, едва отстали от материального, они брали и вводили, еще глубже погружали. Я знаю, сколько людей, которые свято верят, что чем больше они денег зарабатывают, тем больше они служат Богу. И они насколько погружены, они насколько материальны, насколько вот в этом физическом мире, они насколько за это зациклены, что, знаете, все те деньги, они как бы так отмахаются ними от Бога. Вот покормили там голодных, плюсик поставили там, кому-то дал там денег, плюсик поставил. И это так, как отмашка делается, как, знаете, как нечто само собой разумеющееся, потому что так надо. Это не делается от сердца, это не делается от души, это делается вот так, на отмашку. И больше того, люди, которых погрузили в это материально и сказали, что это служение Богу, вы знаете, я часто наблюдал ситуации такие и был свидетелем таких всевозможных ситуаций. Так вот, знаете, помните случай со вдовой, когда вдова принесла дневное свое препятание последнее и положила вздоку, и все обратили на это внимание. И вся Вселенная обратила тогда внимание на это место. Почему? Потому что она давала от сердца своего и она давала последнее. Это очень важно. Когда-то, когда Бог сработал со мной и учил меня быть независимым от этих материальных ценностей, я помню, у меня сложилась такая ситуация, когда у меня была последняя тысяча в кармане, и приближались аренды, проплаты аренд, и я стоял и молился, говорил, Боже, дай мне денег, потому что мне надо заплатить за аренды, мне надо еще людей кормить, мне надо проводить служение, и у меня нет средств, ты сказал, что ты будешь нас обеспечивать, и ты будешь помогать. Вот я молю тебя, прошу, и напоминаю тебя об этом. И когда я об этом говорил Богу, я услышал в своем сердце, возьми эту тысячу, которая у меня была на карточке, и отдать там одному человеку, которому я, ну знаете, если бы был выбор, я бы, наверное, ему последнему дал, я бы ему никогда денег не дал вообще, вот если бы был мой выбор человеческий, но тут Бог мне проговорил прямо в сердце, отдать именно ему деньги, последнюю тысячу, которая была у меня. И я тогда стоял на коленях молился, и в этот момент я аж подпрыгнул, и я вскочил, и жена это видела, я сказал, никогда, я никогда ему не дам этому человеку ни копейку. Ну прошло где-то полчаса, а меня внутри всего переворачивало, я не мог, мир потерял, и все, я думал, ну и все, надо сделать то, что Бог сказал. И скрепя сердцем, я позвонил администратору и сказал, ты можешь перевести с моей карточки на карточку другого человека вот эти деньги, ту сумму, которая там есть. Она сказала, не вопрос, сейчас сделаю, дай только мне пароль от своей карточки. Дал пароль, прошло время какое-то, она звонит мне, говорит, слушай, никогда у меня такого не было, но я пять раз попыталась перевести, и оно постоянно срывается, и ничего не получается. Что оно такое, не знаю. Я подумал, вот Бог испытал, нашел меня верным, и мне больше не надо давать никому деньги, все, это было испытание, я сохранил тысячу, и верным Богу остался. Я помню, я собрался и поехал по своим делам, мне предстояла встреча с одними людьми, и мне надо было туда доехать на автобусе, я ехал в автобусе, и когда я что-то задумался, закрыл глаза, и прямо в сердце у себя услышал, ты учишь людей быть независимым от материальных начала этого мира, а ты сам полностью раб, и ты полностью зависишь от них. И я, вы знаете, я же подскочил туда в автобусе на одном месте, и мне так стыдно стало, ну, четко, Бог обличил меня в моем вот этом, знаете, надежде на деньги, и прилепленности к ним. я взял, выскочил, нашел банкомат, снял эту последнюю тысячу свою, и перевел этому человеку, которому Бог мне сказал. Легче мне не стало однозначно, только пришли еще больше такие мысли, пришли, вот ты и лох, остался без копейки денег, а завтра у тебя потребует рассчитаться за аренды, и чем ты будешь рассчитываться. Я не помню, как обстояли дела дальше, но прошло некоторое время, и мы проплатили полностью все аренды, и у нас не было недостатка ни в чем. Но, знаете, что произошло в моем сердце? Я получил некую свободу от этого материального, потому что раньше, когда у меня были деньги, я легко жертвовал, давал людям, раздавал нуждающимся, и все такое. Ну, я делал ту часть, которую не нужно было делать, я понимал, что священник, он должен жертвовать, и должен заботиться о вдовах, сиротах, и о бедных людях, которые нуждаются. И это мы являем Бога на земле, делаем дела милосердия. Но, когда у меня доходило до какой-то критического, такого, знаете, ну, к примеру, когда в кошельке у меня оставалось меньше пяти тысяч, я начинал переживать, я начинал нервничать, я начинал вот уже мое такое раздавательство, оно было ну, все меньше и меньше, все больше и больше я рассуждал, знаете, как говорят, благотворительности, будьте рассудительны. вот я начинал быть таким рассудительным, так сильно рассуждал, что все меньше и меньше я мог дать и мог пожертвовать кому-то или мог кому-то помогать. И только восстанавливался мой финансовый запас, только оно опять возвращалось, больше там пяти тысяч мои накопления, все, я опять мог спокойно раздавать и спокойно и сердце и мир и я понимал, что я зависимый человек и мой мир в сердце он зависит от этих денег, которые есть у меня. То есть это пусть и маленькое, потому что есть люди, которые там по миллиону есть и то мира в сердце нет, но у меня пусть и маленькая, но такая была зона комфортика, которая давали мне эти деньги, я понимал, что это есть служение мамоник и я понимал, что не будучи сам свободен, я не могу учить людей быть свободными людьми и я молился об этом и вот я рассказал один из случаев того, как Бог меня учил и освобождал и через познание истины вел свободу. Я сейчас уже много лет прошло с того времени, сейчас как бы оборачиваюсь туда, смотря назад, я понимаю, что слава Богу за то, что Он меня учил, за то, что, потому что у людей навряд ли я мог этому научиться, а за то, что Он вот это, знаете, обрезал мое сердце и сегодня, когда приходят трудные времена и они, ну я не скажу, что их не бывает, но у нас они часто такие приходят испытания, мы можем сохранять мир сердца и благословлять нашего Бога и благословлять Творца и благодарить за все, что Он делал и делает в наших жизнях. Вот истина, вот истина, та истина, которая, что касается служения священника живого Бога. Если ты не свободен сам, как же ты можешь обещать другим свободу? Если ты сам любостяжатель, если ты сам надеешься на свои деньги, надеешься на свои средства, как ты можешь другим, чему ты можешь другим научить, чего ты можешь других научить? Ведь это невозможно, раб только будет порождать рядом с собой рабов. Вы знаете, ведь цель раба не стать свободным, цель раба иметь своих рабов. Понимаете, раб не ищет свободы, он ищет завести своих рабов. И вот это будет компенсацией его не свободы, то, что у него будут свои рабы. И поэтому они улавливают сети людей и делают их своими рабами. И дальше написано «Ибо произнося надутое пустословие, они уловляют плоские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещаю им свободу, будучи сами рабы твенья, ибо кто кем попобежден, тот тому и раб. Ибо если избегнуть сквер мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа опять запутываются в них и побеждаются ими, то последнее бывает таковое хуже первого. Я уже об этом сказал, что не может раб сделать никого свободным. Для того, чтобы учить людей истине, священник должен сам в первую очередь быть свободным от вещественных начал мира. тогда он будет не запутывать в них людей, едва отставших и не будет им рассказывать ни про какое процветание. Да и аминь, мы должны процветать в Господе, но наше богатство оно больше внутреннее, чем внешнее. Я не против, если у кого-то будет хороший достаток и он сможет этим достатком служить другим людям. Но я против того, чтобы люди, которые сами будучи рабами, знаете, они сосредоточены на своем эгоизме, чтобы таких людей учили еще больше удовлетворять свой эгоизм. И говорили, вот ничего страшного, что мы можем себе, мы должны, мы принцессы или мы короли, мы должны иметь все самое лучшее, мы должны иметь лучшие машины, мы должны иметь лучшие дома, мы должны лучшее все иметь. Вы знаете, это такая брехня, и люди начинают гоняться за этим всем лучшим, потому что верят, что в этом всем лучшем и есть настоящее благословение Божие. Вот это неправда, потому что самое лучшее это иметь благодарное сердце, и уметь благодарить Бога за то, что у тебя есть сегодня, и за то, что он дал тебе сейчас, и если сегодня он дал мне кусочек хлеба, я благодарю его за это, если завтра этого хлеба не станет. Есть такая еще песня, которая интересный был случай, в одной церкви ее пели, пели, а потом пастор запретил петь ее, потому что он сказал, вы пророчествуете, и оно действительно так начало происходить, а эта песня, если не станет овец в загоне, и виноград не даст плода, все равно я буду славить Господа. Так вот, он запретил ее петь в их собрании, потому что сказал, вы еще накаркайте, вы уже накаркали, уже овец в загоне не встает. Вот это, знаете, самое что не есть характеристика этих служителей мамоны. Они полностью зависимы от материального, будучи сами идолопоклонниками, они учат идолопоклонство других людей, и конец им близок, и суд над ними уже уготован. Но у тех людей, которые сегодня еще находятся под их обманом, сегодня находятся и едят этот отравленный хлеб, еще есть шанс сделать выбор в сторону живого Бога. Есть на земле священники, есть служителя, и это я точно знаю, которые не учат этому любостяжанию, не учат сребролюбию, а учат истинам, простым истинам Божьим, каким я уже сегодня сказал. Эти простые истины это отличать чистое от нечистого, святое от несвятого, и учить народ Божий, жить по законам Божьим, соблюдать все уставы, и соблюдать свято соблюдать субботы Божьи. Вот это задача истинных священников и кормить народ Божий свежим, чистым хлебом, который они берут у жертвенника Господнего. Вот в этом и есть предназначение любого истинного священника, и таких священников ищет, из уст таких священников народ ищет ведения, и вы знаете, написано, что от недостатка ведения гибнут народы, так вот народы, которые едят чистый хлеб, не отравленный хлеб, не отравленный хлеб беззакония, они будут живы, они идут в жизнь вечную, люди, которые едят хлеб беззакония, они пожнут тление однозначно и пойдут в погибель вечную. Моя молитва сегодня будет за всех тех людей, которые сегодня еще находятся под гнетом этой системы, которых система страхами разными, с разными такими манипуляциями удалось запугать и знаете, ну поработить и заставить сидеть на месте. Я уже говорил, что рыкающий лев, который в Библии сравнивается прообраз сатаны, это тот лев, это старый лев, который надеется только на силу голоса своего. Он уже утратил возможность охотиться, он рычит громко, его прайд выгнал, но он одиночка, он блуждает и он громко рычит, и когда звери слышат, маленькие зверюшки слышат этот рык, они от страха впадают в оцепенение, и он приходит их и съедает. Это прообраз врага, это прообраз сатаны, прообраз дьявола. Его система это система страха. Я знаю очень много людей, которые сидят в этой системе Вавилона из-за страха, из-за боязни перед осуждением, из-за боязни остаться самим, из-за боязни потерять какие-то свои кажущиеся им химерные вот эти разные дивиденды, которые дает им система. Но я верю также, что Божья любовь даст вам силы преодолеть эти страхи и выйти туда, где свежий воздух, где можно дышать свежим воздухом, где можно благословлять Бога Творца и жить по его правде. Идея собирается сейчас весь народ Божий для бы в едином порыве воскликнуть Баруха Баба Шеем Адонай, то есть благословен грядущий во имя Господня. Я верю, что это время приближается и народу Божьему, уже надо собираться, уже надо выходить и надо оставлять эту систему и это гнилое сообщество, которое обречено на погибель. Я молю сегодня и прошу тебя, Отец, ты знаешь сердца всех людей, ты знаешь, кто твои, и ты знаешь, Царство Божье стоит на обетовании, познал Господь своих. Я прошу тебя сегодня, прошу тебя, пожалуйста, разрушь всякий страх, разрушь всякое колдовство, разрушь всякую неправду, которая смогла людей как цепи, как цепями сковать и приковать к этой вавилонской системе. Прошу тебя, разрушь всякое ярмо и силой любви своей, выведи свой народ из вавилонского блуда, дай выйти оттуда всем твоим детям, пусть никто не останется, пусть все будут спасены, пусть все возвратятся в Божьи объятия, в Божью любовь. Я прошу тебя об этом, Отец, и пусть истина твоя восторжествует. Я благословляю также сегодня всех людей по всему лицу земли, и благословляю вас, мои слушатели, и будьте благословенны, будьте счастливы, будьте всегда радостны, радостны, служите Богу, и пусть каждый из вас будет только есть хлеб истины, хлеб живой, и пусть никто из нас не будет пытаться отравленным хлебом, пусть все будет в нашей жизни на добро, и пусть все получится. Приближаются праздники Пурим, приближается такой веселый, радостный праздник Пурим, и мы в следующих видеоуроках поговорим о нем, это очень классный, ну это не праздник Господний, это больше традиция, ну это очень интересный праздник, и очень такой знаете поучительный, и много в нем есть пророческих вещей. На этом я сегодня с вами буду прощаться, до новых встреч, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, помогайте каналу развиваться, мы будем вместе с вами тем самым служить Богу, и нести свет его туры людям. Будьте благословенны, будьте счастливы, до новых встреч. До новых встреч.